Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Смотри Учись, с вами Миша Егор, и сегодня мы нашли очень крутую катку на керри хускарчик, и будет супер интересный билд, необычно то, что он взял керри хускара, тоже такой герой, не самый популярный, особенно на керри позиции, вообще никогда не пикают, даже в мид на самом деле, я честно вообще ни одного хускара не помню, чтобы был вот на турнире, который сейчас в Риаде проходит, то есть на герой чисто для пабликов, вот, а тут он его выкатил еще и на керри, и это прям интересно, это пока сыграет, офигеть, получилось. сделать килл красиво, линия у них очень сильная, опять же, undead в Primal Beast, вот, прямо без хускару тоже особо ничего не делает, на рубике тоже сложно достаточно как-то хускару помешать, и плюс они еще и, там, под руну хускар прокачал первый скил, и они очень много выбили ресурсов с Primal Beast, то есть у Primal с нулевой просто линия плохо очень задалась, вот, пока что хускар свою идеальную функцию выполняет, ну и показ, кстати, пока что показывает идеальную игру на профсцене, вот мы его не так давно записывали, и вот я говорил, вот интересно, как они себя на Риаде покажут, тогда еще они не играли, вот, сейчас вот они начали играть, уже 6 матчей, по-моему, сыграли, и они топ-1 группы пока что, 4-2 у них счет, прям, я честно удивлен, опять же, они на мажоре даже из групповой стадии выйти не смогли, а сейчас у них получается, там даже топ-1 коллективы обыгрывать, 2-0, красавцы, ну и показ, реально показывает скилл, ну и, собственно, научимся играть в 733Е Хускари, Керри Хускари, на примере показа, ну и после небольшой паузы Наверняка вы уже слышали о сайте, где можно неплохо провести время и при этом еще немного поднять голды Да это же Dragon Money, здесь есть несколько интересных игр, например, игра, где рыцарю нужно попасть в нужную дверь и не нарваться на дракона, ну или всеми известная игра под названием Crash, где суть игры это твоя интуиция и везение, потому что тебе предстоит угадать момент, когда упадет бегущий человек и забрать свои бабки, помноженные на твой кэф Во время перерыва можно также пообщаться с другими игроками, сайт проверенный и надежный, что подтверждает множество отзывов, а также официальная лицензия Ссылочка будет, как обычно, в закрепленном комментарии, залетайте и играйте Но не забывайте, что тут можно как выиграть, так и проиграть, поэтому играть нужно осторожно и на деньги, которые готовы потратить Удачи! Всем привет! Я, по-моему, все видео начинаю одинаково, но всегда свое выступление отличный старт по крипстату Несмотря на то, что у Хускара очень капризная тычка поначалу Отлично с ней справляется, несмотря на то, что оказалось бессеребряный Хускар Ходит трейд из зоне Прима Веста, причем Примал Бист, когда его только добавили в игру, там было 30% винрейта, но спустя неделю его апнули И никогда Хускар не выигрывал Примала в том патче Вообще 0% винрейта против этого персонажа сейчас же Ситуация полностью противоположная Уже Прималу нечего делать против Хускара Третий скилл сейчас не настолько хорош А это будет единственный инструмент для контрри Хускара был Ну и у Хускара снова магический резист, причем достаточно высокий Приветствую Там правда на Примале можно Аганим купить и пассивку выключить Хускара из минусов Ну это развеивается, плюс БКБшку не пробивает, так что Вполне себе Существовать на такой линии вообще не хочется, будучи Прималу просто он еще так агрессивно на Хускаре играет Только Примал крипам подошел, там сразу же копии летят Андайм сейчас еще запулил как раз Супер приятно это выглядит Вот на Прималу сейчас офигенный герой Он постоянно пикает на про-сцене Вот этот вот ап ультимейта Он капец как сильно на героя повлиял прям в каждой игре его Ну ладно, не прям в каждой, но очень часто его можно увидеть Пикреет однозначно выше среднего Его пикают на Керри Ой, Керри, на мид чаще всего Прималу пикают, но иногда на оффлейн еще берут Против всяких иллюзионистов идеально заходит Против Наги В первую очередь, самый лучший контрпик, наверное И кстати, получилось у Безис Рубенчика Супер приятно Подловил его на первый скил, плюс еще гранатка залетела от Андаймга Очень все круто вышло, но правда Андайм немного сейчас подставился Пришлось идти на хусики, все ведь, но по итогу Поэтому даже хуска, о, по итогу даже Андайм Перебить может этого Прайма Любопытно выходит Гранатки еще одной очень не хватило Андаймга Кстати, я сейчас навел камеру на Андаймг, а че уметь, что он делает? Загрел кентавров? Побить Рубика Замансил за деревом до Дикея И кажется, он Рубена осилит в самом деле Какая же красотища Возвращаемся после паузы Андаймг, кстати, сразу гранату себе купил Обратите внимание, гранаты под ноль скуплены Очень популярны на хай рейтинге Он клок даже носит Рубик только что две гранаты аж этого Андаймга выкинул Скорее всего сделают что-нибудь с ними В патче Главное, чтобы не повторилась ситуация с Капелькой По-моему, рассуждал же на эту тему в видосе, да? Когда капли только добавили, они были невероятно сильными Потом их порезали так, что мы их несколько лет не видели вообще Сейчас вот капельки, кстати, в идеальном балансе, как по мне Ни апать, ни ослаблять их вообще не хочется Не для каждой криптой мет, не для каждого героя Но, тем не менее Против некоторых конкретных персонажей Или на некоторых конкретных персонажах Очень выручают В итоге, смотри, Праймал 1600 Нетворс Вообще к крипам даже подойти не может Но он, кстати, умрал, придумал Он пошел в маленький кемп, зафармил И сейчас будет выпуливать пачку Вот, так делают, когда вообще абсолютно мертвая линия И ты ничего сделать не можешь И вот это, по сути, неплохой вариант, как ему от этого хусика бегать То есть он выпуливает пачку Сводит ее на средний кемп, либо на маленький кемп И одновременно со средним кемпом И фармит Всю эту штуку Он, причем, 3 скилл в единичку взял Для того, чтобы в случае чего хускара подзамедлить Разорвать дистанцию Ну да Да, он сейчас как раз там ходил В миде, скорее всего, боту рефилил Вот, а на хускаре Ну, он не может просто пойти Мешать этому Прайму Бессу Потому что это очень много времени заберет Он кучу крипов потеряет Не факт, что Ну, что-то из этого Получится сделать Убить Праймала тоже Маленький шанс Разве что он дайн может этому помешать Так, и, кстати Ситуативно пока что держит скиллпоинт Скорее всего Рассуждает, пригодится он ли ему или нет Да, все-таки в кино ультимейт Скиллпоинт То, что здесь пересекся с Праймалом И там может пригодиться Там еще можно затаймить Под первый скилл Праймала Сбить ему первый Чтобы он не убежал Упс, не получилось Ну и, кажется, отпустит Окей, ну, нормально Там ему Лицо подвыбил Ну, собственно, в чем проблема Что он сейчас гонял за этим Праймалом Убить его не получилось И вся пачка от Аура погибла Прям полная пачка С Бизнес-крипом А, ну, кстати По итогу все-таки Праймал Был наказан за жадность Нитралка очень крутая Выбала Да, конечно Вот обидно, что Эта нитралка только на армор Будет работать для Хускара Потому что у тебя всегда Меньше 50% здоровья Но армор это очень крутая тема Для Хускара Потому что есть 7 единиц Это супер много Особенно, когда ты играешь Против дровки Той же самой, да Угу У него всегда будет Двадцатка армора С армлетом Это очень крутая тема На везде, кстати По твоей рекомендации Поиграл Беру свои слова назад Герой не унылая дерьма Я был в шоке Что он набивает себе 5 третьих скиллов С одного дуал-бриза Джекира Сколько таких кнопок Когда тебе, казалось бы Кью нажали У тебя 5 стаков Кстати Рубик здесь Подошибся немножко Типаут уже никак не поможет И, кстати Макошный третий С Малврином Мы смотрели Эбах Ускара Или Да, да Кстати, есть и шансы тут Нет шансов, к сожалению Очень неприятная ситуация Очень много дамеджи вентов От прайма Обыскать у него был Первый скил Он бы однозначно выживал Ну, в принципе Все еще 5-3 снатворца Все еще Топ-1 на карте Вот к теме Малврина возвращаясь Малврин говорил, что Он неоднократно тестил Второй скилл Дает гораздо больше фарма Чем третий Это интересно Здесь третий прокачал Из-за большой Страсти к файтам И К тому, чтобы стоять линию Или для чего Кстати, сейчас парк начал дамедж давать Но ненадолго Вот с одной стороны Если не задумываться Спарк 100% Один из лучших айтемов На Хускара В первом серии Огромная скорость атаки Но на деле Просто броню эту таскаешь И, кстати, вообще не боится Умереть от Какой-то комбинации Он, по-моему, только Квапу видел А нет, сейчас Чуть больше героев показывается Но Оберстить Много кто может Это комбинация Белта и Разгоны беста Это и хукшот Можно не пережить И, кстати Невероятно ранний рошинг Вот для чего Макшная пастивка задумывалась Потому что Будет он не через удар Есть крошечный шанс На три баша подряд Такое случается Раз сто игр Но Что бы это не произошло И нас с тобой А будет взяли через хит Все с макшной пастивкой Наверное С макшной пастивкой Сашей Не обязательно Через хит Ну тут в принципе У него Да Сэнш Армлет Плюс вот эта Нейтралка Тут не такой сложный Рошан Даже Читают эти три баша Опять же Статус резис Есть небольшой Сложно здесь Нафидить рошанчику Ну и красиво Очень тайминговый рошан Шесть пятьсот Нетворс На двух других линиях Конечно беда Там дровка огромная Тоже Пять пятьсот Имеет На клопе Два луна 0-1 счет Мита На выиграл Что интересно Складывается все Ничего себе Он смелый Так Ну сбил Тут разгон Бестуза Обузил Нет Не забузил Ну и есть и Эгис Так что нормально Два кила залутал И в Кьюбе Элибарда Мы по-моему Еще не жаловались Насколько на Хускаре Против дровки Иногда невыносимо играть Особенно если Игра подзатянется Скорее всего С Кирасой придется играть Если игра будет долгой Потому что белую броню Она простреливает А зеленая на Хускаре А в классическом билде Только от Ромлета И от нейтралок Это с нейтралками Может не фартануть Ну кстати Пока что Передумал С Элибардой Хочу взять себе БКБшечку Блин И противники Минус 3 оформили Очень не вовремя Радиант файты Принимают Когда Хускара нету А Егиса нету БКБшкина хуська Нету Ну скорее всего Будет сейчас качаться Пока БКВ не купит Под БКБ Наверное будет Что-то Командно делать Так и кстати Второй тир выпал Блин так кайфово На самом деле С этим Армором Что даже Второй Второй тиранитравку Не хочет собрать Ой Чем У меня Что-то Извините У меня Брайн Лаг Что-то Показавшим Второй тиранитравку Уплывает Сейчас Заметишь 13 минута Еще Думаю Когда Как-то Рановато Начал Повторитер Рассуждать Дэй Драганский В конце Концов Есть Лютый Брайн Лагич Произошел Ну просто Крайне редко Первая Сера Падает На 14 Минуте Ну да Тоже Верно Как же Много Он Стаков Зафармил Аншей Его прям Нетвор Сейчас Очень хорошо Скакнул То есть Он 2 стака Аншей Слева и справа Зафармил Сейчас Вот еще Один Закачает Стак То есть Он просто По сути 6 патчек Аншетов Закачал Подожди Да 6 стаков Аншей У него По сути БКБ Уже имеется И как раз Это БКБ В теории Можешь Смаконоса Что-то Придумать А Вот оно Как Решил На характере Виндвайс Виндвайс Да Вот Маурин Кстати Говорил Про Виндвайс У героя 340 Мувспид С Маурин В каждой игре По-моему Виндвайс Берет Себе Обычно Виндвайс Пораньше Берут Ну и кстати Союзники Что-то опять Не дождались Хусика Без него Пошли Все Погибли Получается Сейчас еще Где-то минуту Нужно будет Просто Афк Качаться Скипнули Паузу Возвращаемся В игру Дровка Реконектнулась Так И кстати Под Хускара Делают Телепорты Возможно Действительно Что-то Придумают Опять же Под этот Аганим Можно Очень Противника Удивить Вряд ли Вообще Кто-либо Переживет Этот Аганим Если Хусик Сможет Нажать Ультимейт Ну и Его Зафокусить Проще Простого Тут Эква Пасть Чистым Тут И дровка С ультой Ну и Пока что У него 17 армора На это Можно Рассчитывать Кстати Кентавров Не доел Видимо Не заметил Это В дальнейшем Сильно Это может Ему Подруйнить Но зато Трисп Это Древних Зараз И в Кибае Вообще Тривола Поначалу Была Лебарда Потом БКБ По итогу Купила Ганим Не Тривола Сейчас Планирует Взять Шанс На Фитонис Как по мне Очень Велик Ну а Видимо Решил Максимально Аркадно Сыграть На характере Чисто Без Всяких Вот этих БКБ Шек Сейвовых Айтемов Просто Взял Все Аганим Чик Сейчас Читривола Блин Аганим Кстати Я сейчас Помню Что Аганим Сейчас На дровку Все Покупают Первым Сватом Звучит Очень Неприятно Для Хускара Потому что Опять же Напоминаю Новый Аганим Это По сути Старый Шар Только Цифры Намного Значительнее Вот И как раз Там Снижение Это Очень Неприятно Для Хусика Кстати Аквапа Может Погибнуть Блин Руна Щита Там К сожалению И Кстати Тучка Очень Поздняя Машка Была Я Приглядел На Помогаю Вкд Как руки Чешутся Отмотать На Опять же Зрители Это Не любят Так Что Буду Держаться Попытка Поймать Дровку Вполне Себе Вероятно Что Она Здесь Ошибется Красиво Было бы Идеальность Почти Квапа Убили По сути Бы Просто Два Ценных Кора Противника Вы Погибли В Одно Время Пока Что Хусик Начал Снова Болиться По Красоте Приветствую Петровала И дальше Саша Яша Не Алибарда Алибарда Хороша Еще тем Что Можно Линку Сбивать Элибарды Прям В полете Ультимейта Вроде Как Это Возможно Сделать Он Кстати Будет Мэйл На Прайм Вести Конкретно Против Хусика Неплохая Затея Особенно Учитывая Что Реально Часто Берут БМ На Прайм А тут Реализовать Гораздо Гораздо Проще По Суть Хускар Тело Летит Можно Спокойно Вот Моего Нажать Там Минус Все Лицо Будет Так И Долгожданная БКБшка Все-таки Залетает Даже Ипи На Нее Учитывая Что Противники Смоках Еще Очень Интересно Какой Будет Тайминг Рошана Он Рошана Убил Невероятно Рано Если Он Заспавнится Прям Под Его БКБ Это Будет Очень Хорошо Улетел Кстати Налайновый Фарм На Топе Аж Два Героя Светанулись В мизе Одновременно Так Что Позволяет Себе Прям Навижение Пойти Вражеский Лесок Ты Посмотри Какая Гусеница По ниту Ползет Из персонажей Даже На линию Вышел Вот И Второй Тир Теперь Раньше Рин Как раз Говорил Что Он Берет Левый Всегда Вроде Б И Забыл Не Помни Честно Нормально Так Обсуждали Нужно Бкб Нужно Чтобы Застак Застак Лись Просто Но Этот Бесик Рошана По сути Отбил Да Потому Что Пока За ним Гонялись Дровка Приспокойно Рошана Застрелила Застрелила И Летит Наконец Бкб Тп Уже Откатилась Как Ни Как С Травелами Играет Но Я Всемен Думал Что Эти Травела Они Рошана Противникам Подарят Ой Еще Руна Мудрости Просто Левел 19 На 22 Построил Кач Авка Кач На Хускаре Настолько Эффективный 16 1200 Надо Что Какого То Посмотрели Так Смог Есть Их Трое Их Четверо С Бкб Все Шансы Смотри Кстати Решил Сначала Пиков Здесь Прямо Биста Но Он Правда Среагировал На Бкб Но Не Помогло Вообще 5 4 Даже Против Эгисов Айдис Че Примут Ядров Как-то Очень Медленно Творош Она Ковыряет Хотя Казалось Бы Агонимная Так Идров Пытается Сделать Типа Блин Умно Сдаст Заней Это Офигеть Противники Очень Хорошо Выкрутились Забрали Рошана Это Ведь Еще И Сыр И Вот Эти Врос Телепорта Под Коги Красиво Капец Сейчас Уведен Отвор С Кускаром Мишу Пух Его 17 Кусков На Хусике Что Это Вообще Ну Блин Как Ж Вспомни Это Просто Любую Пачку Ваншей Он Убивает Она Всегда Застакана Или Сюда Подтайминг Хороший Ультимет Кстати Крайне Редко Крипов Нажимает Плюс Мы Очень Часто Видимо Хускаров Как Они Выключают Армлет Перед Тем Как Без Крипов И Еще Как Они Не Добивают Крипов И Дают Догореть От Стрел Ничего Из Пунктов Он Не Делает Все Равно 17 700 Из Минусов БХ Никак Не Может Разыграться Тут Коровый Баунти Хантер Который Бесконечных Замесов Становится Четверкой Баунти Хантером Второй Четверкой Команды Рикки Рикки Тоже Не Самый Быстро Фармящий Герой Мягко Говоря Кстати Настигли Этого Рикки Но Надеется Что Кто-то ТПшница Сейчас На Бот Фармить Эту Вкусную Пачку Хороший Таргет Даже Учитывая Что Это Егис Они Просто За Бесплатно Убили Там Фарстав Потрачен ПКБ Шкани КД Ка Ежа Красотища Даже Без Телепортов На Бот Все Равно Прекрасный Файт Тут Приняли Так Но Сейчас Нужно Будет Поменять Немножко Позиция К Квапу Прыгнуть А Квапа Сама Пришла Есть Первый Скилл Есть Хопериген 200 Отлично 3 в 1 Разменялись По итогу Рики На Почти Все Вражескую Команду На Тоненького Разрулили По итогу Драку Слушай Ток Что Осознала Что У них Полтора Стана На Команда Лосос КД Два Года Пока Он 18 Не Апнет И Инвиз Баунти Хантера Ну да В этом плане Супер Фастовый Аганимчик Пригодился Потому что Этот уже Хоть какой-то Контроль Я Кстати Хотел Возразить Что Он Этот Аганим Один Раз Реализовал До покупки БКБ Но Потом Вспомнил На ком Он Его Реализовал Сыпанул Вражескую Дровку Собрал Огромное Количество Денег С нее Травел Он Тоже Для фарма Отлично Разыграл Опять же С одной Стороны Эти Травела Отдали Противникам Второго Рошена По итогу А С другой Стороны Вот Вот Он Дровку В два Раза Понят Варсап Гонит Так Что Отрицать Эффективность Этого Подхода Я не могу Кстати С выключенным Рамлетом Начал Гонять Еще Чаще Видимо Для того Чтоб Фокус Пережить Она Слишком Много ХП Настакать Не дает Как тебе Далось Необычный Выгляд Тоже Про это Задумался Ну капец Дамы Что будет Много Это Реально Никто Не переживет Просто Если Ускар Ультанет Любой Герой За секунду Развалится Да Действительно Дайдаус Будет Мне нравится Показ Вот он Всегда Вот Очень Такой На Характере Пацан Просто БКБ Очень Позднее И Это Сработало Теперь Дайдаус Вообще Слушай А я Я был уверен Что Это Рофл Я Думал Квей По Приколу Поставил И сейчас Кирасу Купят Сэнж Яша Место Алибарда Прям Тривола Вот Эти Раные Ничего Не боится Опять же У него 10 Зеленой Брони Агонимная Дровка За Два Выстрела Ее Провьет Если Один Из них Будет Ультимативным Его Сатаник Возможно Отказался Из-за Того Что У него Нитрав Куда То Есть Возможно Потому что Татаник Пороша Не Айтем Нам Если Ничего Скоро А ты Как Не Сначала Из-за Если Если Так Так Стретите Тиран Титан Сливер Какой Ник Опа А вот Это Вообще Прекрасно Зеленая Броня На Которые Так Долго Жаловался Титан Сливер Хотелось Честно Ну тут Высажка Зеленый Тем более Что Под его Скорость С атаки Он Под Силенс Еще Получит Немножко Дэмиджа А Силенс У противников Есть Причем Должно Быть Два А Нет Кулок Даже Не пытается Ворчет Ити Так А Сильвер Есть В планах Худровки Нет Сильвер В планах Худровки Аганим Убиста Аганим Убиста Кстати Скоро Аганим Убиста Здесь Не только Пассивку Хускара Вырубит О чем Егор Рассуждал Но еще И Пассивку Рики Пассивку Бх Несмотря На то Что Пассивку Рики Ультимейт Она Все Рано Врубается Герой Видим И Герой Не Получает Способность Бить Спину Подловился Тут Йола Подготовлен Серьезно Он Вышел Я тоже Был Уверен Что Рубик 100% Здесь Умрет Очень Крутой Вижен Неожиданный Противники Были Думать Что Он На Горке Не тут То Было И Кстати Сейчас Еще И Смаканулись Если Тут Кого-то Подцепят Это Будет Очень Жестко Кстати А Кого-то Отыскал Дровку Ой Какая Красота А Он С Айленсом Не Попал По Бетику Если Б Попал Бетика С Айленсом Он Б Выживал Вам Что Казалось Бетик С БКБ Бетик Четверка Бетик Точно Точно Барди Сиди Кстати Очень Крепля Нет Это Бх И Рики Коровые Еще Еще Боим Подогона Да Блин Рики Правда Умер Это Мидер Тут Хускар Райно Как будто Один Играть Это Жаль Жесть Нетворцы Только Что Равные Были Тоже Чисто Ну Весь Нетворц Редент Это Нетворц Хускар Остальные Коры Прям Очень Нищие У Мидера Меньше Чем У Тройки Мидера Почти Как У Четверки Нетворц И Кстати Вторые Тривела Продолжает Играть Прям Максимально На Характере Ну Тривела Купили Себя Сто Процентов Он Столько Телепортов Делал Вот Эти Пиков Довольно Таки Частые Между Иншами Просто Летал И Кстати Очень Круто Подвою Квопу Дэмэш Конечно Сумасшедший Бх Начал Разгоняться Благодаря Потому Что Идут Вайта И Третий Рошан Оу Ещё Третий Рошан Заряденц Это Аганим Бесплатный Звучит Как похороны или они даже не будет в этого рошана интересники думаю принудит их рано или поздно к этому сломают сторону там попробует бэбэк и выбить нам видно что боя внешна ему не видно ты посмотри как встает чтоб танчить три товары чтобы лучше пассивку разогнать с карби хускар без тараски без сатаника без кирасы без даже блинка без пики хотя игра дровка клокер нифига чё творится на ком бы без блинка вряд ли бы ее подцепил мне кажется характер продемонстрировать может даже грех не попытался нажать тоже не ошибка чтобы знала себе место мне из звука доедался из-за того насколько много урона постоянно кажется что у него это нейтралка которая удар возвращает нормально объяснил какая нейтралка на улитка сразу понял реализация вторых тревелов кстати напомню что ульта больше рошана не дамажит доху скоро просят линку сбить и насколько быстро он этими стрелами с двумя талантами этого рошана убил а ягис вместо бкб причем настолько на яйцах а контроль через пока в этом есть там мульта без стать заработает через бкб шку теперь там хукшот есть а конечка по итогу реки отдали да ну логично все таки он кор и сразу с этим аганимом на творчество него в небеса теперь не там у него как убрать хантер был networks теперь реки наравне с дровкой даже больше имеет чисто хускар подогнал ума аганим ну пас и несут блин какой-то остался на рефрешера хотелось это перестать рассуждать я подумал все-таки либо сатаник либо кираса возьмет кстати передумал лететь хотя бы хатомшил достаточно долго мне кажется мог попробовать но решил не рисковать 25 это кстати берник короче троиски учись и дэмэдж принципе да никогда не выбирают альтернатива совсем никакущая на 20 кстати левый талант очень часто можно увидеть каждые 7 секунд прыгаешь через весь экран но предпочел талант на абориген смотрели фишка имеется аганимчик вы нафармить рецепт тогда вообще шикарно будет последний свод блин это вообще капец просто 9 слотовых узкар связник и чуть под фиша вот но не страшно в принципе это сапики пингует реки чу что может сейчас прилететь на него на бомбе хантера точнее кстати руна счета заметил я скипнули паузу узкарчик взялся руну счета 2000 барьера ему задается за дисплее там как раз нечем очень приятный бонус идеальный таргет игровку залетел правда бист как-то и говорил пока бэн подментиручение не успел нажать кстати нажал бкб и переложил рефрешер узкар прям подготовился к драке идеально все сделал нажал рефрешер 2 ultimate а бкб в рюкзаке овощи не заворачивается андзима мисс кликом приложил армия вместо пока был четверг он сейчас курсором вел кстати рубля ты капец какой-то драки не хватало у него весь файт хп почти на максимум было из-за этого там очень скорости атаки не хватало атаков на перекладывал все вот эти приколы и попроще ну блин кстати я думал чуть получше получится суть и только беста убили легкой кровью отделали спортивники сейчас была торнфик б я когда смотрел на вражеский пик я думаю это будет хускар терпила который всего на свете боится и с пикой и с бкбшкой и с кирасой и с блинком я нормально доедал а старые травола саша яша вместо алебарда что мы уже несколько раз обмысолили и дальше была торн пудровка кстати сибир готов а егист через 20 секунд закончится любопытный гриф да зачем а главное на неважно нет тоже думал тупили спин без блинка очень тяжело будет сыграть но он реально без блинка против дровки прекрасно себя чувствует набить без блинка можно было сыграть за счет пикин это туда жарили рашки когда еще сто тысяч лет на рюкзаке лежал но по итогу слушай спу спидом 500 на вторых три валах при спокойно поменял позицию еще и наклака развернулся на здесь прыгать нельзя дровка в позиции ну ботик сейчас помог закончить игру слушай а клок спасом и жизнь дровка все шансы могла убить кусико не пытается гоняться кстати наступил все-таки на огнем места насколько красивая игра казалось бы сделано все наоборот чем принято все равно вот это гпм под косарь 980 гпм на хускаре с одной смертью игру заканчивает это не рановато я об этом рассуждаю нет не рановато даже здесь вышел и всем огромное спасибо за просмотр если видео понравилось это обязательно ставьте лайки и разумеется мир вам